Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Украине и Молдове ЕОБАМ совместно с Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова и Государственной пограничной службой Украины организовали Международную летнюю школу «Молодёжь против коррупции». 26 студентов из Украины и Молдовы стали участниками четвёртого мероприятия подобного плана, которое прошло в начале августа в городке Вадулуйводы. Наряду с опытными специалистами студенты обсудили этот феномен и что нужно делать, чтобы искоренить коррупцию. Уже на протяжении работы первой школы мне пришлось воочию убедиться в эффективности подобных мероприятий. Эта эффективность была в первую очередь доказана тем большим интересом, который проявляли молодые люди к тем мероприятиям, которые мы проводили. Мы, как ЮБАМ, мы действительно верим, что работа с молодыми, с молодыми годами, это важный метод для достижения длительных результатов. Коррупция – это процесс очень сложный, а ещё сложнее с ним бороться. Фактически, может, я вас немножко разочарую, но коррупцию окончательно побороть нельзя, её только можно свести на минимальный какой-то уровень. Борьба с коррупцией является важным фактором как для Молдовы, так и для Украины на пути установления партнёрских отношений с Европейским Союзом. Борьба с коррупцией – это одна из ключевых приоритетов в Европе экстернальной политике. Давайте я вам даю два примера. Учебные, чтобы избежать и бороться коррупцией, это частью Европейского Союза-Ассоциаций. Антикоррупционные методы – это частью Европейского Союза-Молдова-Диалога о виза-либерализации. Как и полагается, после теории следует практика. Студентам предоставили возможность посетить Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Кишинёве. Они побывали в пограничной службе, в офисе миссии ЮБАМ в Кишинёве, а также на пункте пропуска Тудора Староказачья. Именно здесь студентам поручили провести опрос у людей, пересекающих границу. Всего было опрошено 190 человек. Вопросы, конечно же, касались коррупции в таможенных структурах. Мы проводим анонимный опрос по качеству приграничного и таможенного услуживания на данном пропускном пункте. Часто ли вы пересекаете границы? Впервые, редко, то есть один раз в год. Приходились ли вам или вашим родным знакомым давать вознаграждение сотрудникам органов органичного контроля в последнее время? Почему ваши друзья, коллеги или знакомые платят денежное вознаграждение во время пересечения границы? Кому бы вы обратились с жалобой на грубое и несправедливое обращение во время пересечения границы? Какую сумму составляет денежное вознаграждение? Спасибо. Счастливого пути. Всего доброго. Это довольно интересно, потому что люди сначала немного смущаются, когда к ним подходишь, а потом уже довольно открыто, честно отвечают, доброжелательные. Многие смущаются, конечно, и думают, что может повлиять это как-то на дальнейшее прохождение через пропускные пункты или как. Но в основном мы предупреждаем, что это все конфиденциально и ничего не будет за это. В финальной стадии летней школы стало домашнее задание. Студенты разделились на шесть команд. Каждый давалось по 30 минут на то, чтобы предложить свою идею, как искоренить феномен коррупции. Предложений было много и самых разнообразных. Рассуждения были на тему, как сделать борьбу с коррупцией модной. Так студенты предложили издать газету, выпустили социальный ролик и придумали слаганы для футболок. Вот вы видите, это будет главная страница нашего газета. Самые новые, самые популярные новости, самые актуальные новости, которые будут интересовать наших читателей. Они довольно-таки инвентивные, довольно-таки талантливые. Идея для новостей, которую они просто представили, это очень логичная продолжительность для феноменца, которая уже была создана по партисментам из школы. Кстати, некоторые предложения студентов предыдущих школ уже воплощены в жизнь. Так, один из участников предложил создать сайт, где будет представлена полезная и важная информация о борьбе с коррупцией. Страница в интернете corkaput.at.ua действует до сих пор. Тут представлена важная и полезная информация о методах борьбы с коррупцией. Этот сайт, он задумывается как портал, антикоррупционный молодежный портал, где собирается вся информация по данной тематике, которая имеет отношение к молодежи. Там есть определённое количество разделов, то есть сайт достаточно структурирован, там есть информация о каждой школе, которую мы проводили, об участниках. Есть раздел, где находится законодательная база и Украины, и Молдовы, и Европейского Союза. Покидая летнюю школу, студенты уходят довольными. Они говорят, что программа была очень интересной, насыщенной и актуальной. Каждый из нас сталкивался с проблемой коррупции в большей или меньшей степени. Несмотря на то, с какой целью я ездила сюда, ещё глобальнее поменялись впечатления. Всё очень интересно, очень весело, здорово, сплочённый коллектив, много позитивных впечатлений. Таким запомнился студентам четвёртый выпуск Международной летней школы «Молодёжь против коррупции». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!